Девушки отдыхают Мужчина средних лет В руках у него были чемодан и кейс В тот момент, когда он направился В перрон, его неожиданно задержали Сотрудники российской контрразведки Арестован оказался гражданин России Андрей Думенков В его вещах были обнаружены Особо важные документы о ракетном вооружении Составляющие государственную тайну На допросе Думенков показал Что материалы он намеревался передать Сотрудникам спецслужб Одной из стран блока НАТО В ценных бумагах находились Сведения и о самой грозной Российской межконтинентальной баллистической Ракете Р-36М2 Боевода Мы проводим пуски этих ракет И летают они Без замечаний И об этом американцы прекрасно знают Они боялись и боятся до сих пор Западные эксперты За уникальные боевые возможности Окрестили нашу ракету Сатаной Российская ракета Р-36 Воевода Она же Сатана По мнению издателей Книги рекордов Гиннеса Самая мощная И самая тяжелая В мире Ракета может доставить Например на североамериканский континент Десять ядерных И десятки ложных боеголовок Из любой точки России Воевода защищена От всех видов Противоракетной обороны А по весу Который составляет Более двухсот тонн Она сравнима С кремлевским Царь-колоколом Или символом США Статуей Свободы В нашем фильме Мы приоткроем Завесу тайны Над тем Как нашей стране Удалось создать И сохранить Эту уникальную ракету Царь-ракета Осень 1957 года Мир находился Под впечатлением От полета Первого советского Искусственного спутника Земли В США Увидели в этом событии Угрозу национальной безопасности Американские специалисты Были уверены Что у СССР Появился ракетоноситель Способный Выводить на космическую орбиту Не только спутники Но и атомные боезаряды После запуска Первого искусственного спутника Земли Который Произвел Потрясающий эффект Именно политический эффект На западе Просто был шок И в какой-то мере Мы сами не ожидали Именно такого Международного резонанса Для борьбы Советскими аппаратами В Пентагоне Был срочно разработан Проект выброса в космос Нескольких тонн металлолома Из гвоздей Стальной стружки И шариков От подшипников По мнению Американских военных Врезаясь в подобную Кучу мусора Любой спутник Должен был выйти из строя Но довольно скоро Ученые поняли Что такой способ борьбы Не решит проблемы И задались целью Создать боевые Космические аппараты Секретный 18 апреля 1958 года Москва Председателю КГБ При Совете Министров СССР Ивану Серову В США опубликована Книга бывшего министра ВВС Фин Леттера Внешняя политика Следующий этап Автор предлагает Разместить на спутниках Водородные заряды Которые будут сбрасываться На наземные объекты Противника Такие орбитальные заряды Могут долетать До любой точки Земли В 5 раз быстрее Чем баллистические ракеты Всего за 6 минут Это мнение разделяет Генерал Пауэр Возглавляющий Стратегическое Авиационное командование ВВС США Начальник Первого главного управления КГБ При Совете Министров СССР Александр Сахаровский Вскоре Из США Поступили сведения И о создании Тяжелых Моноблочных Баллистических Ракет Титан-1 С дальностью Пуска 16 тысяч километров Американская Стратегия Массированного Возмездия Допускала Их превентивное Применение В ядерной войне В это время В СССР Только заканчивались Испытания Первой межконтинентальной Ракеты Р-7 Но и имея Примерно такую же Мощность головной части 3 мегатонны Она могла поражать Цели на расстоянии Вдвое меньшим Чем американская ракета Эта информация Вынудила советское Руководство Инициировать Разработку Более эффективных Средств Доставки Ядерных Зарядов На территории Стран Блока НАТО Мы всегда были Догоняющей стороной По отношению К западу Американцы Нас Обложили Базами Они После испытания Первого Ядерного Оружия После Хиросимы Нагасаки Когда они Большеловечно Продемонстрировали Что это Такое Они Нас угрожали Уничтожить Из этих баз В начале 60-х В КБ Сергея Королева Разработали Глобальную Ракету ГР-1 Ее размеры Производили Впечатление Даже на видавших Виды специалистов Высота ГР-1 Достигала Высоты 13-этажного Дома Она весила Около 120 тонн Как знаменитые Статуи Египетского Фараона Рамзеса II Полторы тонны Из которых Приходились На ядерную Боеголовку Она должна Была Выводиться На 150-километровую Орбиту И оттуда Поражать Наземные Объекты Противника В тот же период В Днепропетровском ОКБ 586 Михаила Янгеля Позже Переименованным В КБ Южное Создавались Другие Ракеты Это был Молодой Коллектив Средний возраст Был 26 лет В КБ Ю Проектировали Тогда Ракету Р-14 Р-12 Уже была Спроектирована Проектировали Следующую Ракету Морского Базирования Р-21 Коллектив Молодой Энтузиасты Работали День и ночь Среди первых 350 выпускников Днепропетровского Университета Пришедших КБ Был и будущий Ведущий Конструктор Станислав Ус Отец Мальчика В прошлом Боевой танкист А затем Секретарь Обкома Партии Мечтал Чтобы сын Стал авиатором Когда учился В школе Я занимался Авиамеделизмом Потом Я поступил В аэроклуб Там я летал На планерах Был такой планер Бро-11 Пионер Значит На винтомоторных Самолетах Не летал С парашютами Прыгал К моменту Окончания школы Отец Станислава Скончался От фронтовых ран И по призыву Комсомола Юноша Уехал На освоение Целины Где за ударный Труд Был награжден Медаль В этот период В Днепропетровском Университете Открылся Секретный факультет Поскольку Мы были связаны С обкомом партии Мой отец Работал Прибрежьеве Мать у меня Учительница была Ну и мать На разведку Обком партии И это сказали Открытым текстом Она мне сказала Это факультет Который будет готовить Разработчик В ракетной технике Рекоменует поступить Вот так я поступил Перспектива участия В абсолютно новом деле И предопределила Судьбу Станислава Улса После окончания Университета Молодой конструктор Попал в КБ Южное Где начал работать Над новыми Ракетными двигателями А затем Товарищи доверили ему Возглавить Комсомольскую организацию Здесь он поближе Познакомился С выдающимся Ракетчиком Руководителем КБ Михаилом Янгелем Он очень любил молодежь И он говорил Станислав Учти За молодежью будущее Мы вот Ваши наставники Уйдем А вы останетесь После нас Значит Меня приглашал И говорил Вот Сколько ребята Получают Сейчас у нас с КБ Как они устроены В общежитиях Мог быть Кто-то уже Женился Там есть Двое-трое детей То надо Побеспокоиться О жилье То есть Он проявлял Такую вот Человескую заботу В это время В США Продолжало нагнетаться Антикоммунистическая истерия Связанная С поддержкой Советским Союзом Молодой Республики Куба Все громче Раздавались призывы Нанести по нему Первый ядерный удар Уже в марте 1962 года Начались Летные испытания Модернизированной Стратегической ракеты Титан-2 Она имела Моноблочную боеголовку Повышенной мощности 9 мегатонн В то время СССР Отставал от Америки По числу Межконтинентальных Баллистических ракет Более чем в 6 раз А по количеству Ядерных зарядов В 17 Учитывая возросшую угрозу Совет министров СССР 16 апреля 1962 года Принял постановление О создании Новой Тяжелой Межконтинентальной Баллистической ракеты Р-36 Она должна была нести Сверхмощный Термоядерный заряд До 25 мегатонн И могла уничтожить Любые стратегические Объекты Стран НАТО Одной из главных Особенностей Ракеты Р-36 Стали ее двигатели Которые работают На жидком топливе Но это решение Пришло не сразу Вообще На первых этапах Создания подобных Ракет Вопрос о топливных Компонентах Стоял очень остро Сергей Королев Был сторонником Двигателей Использующих кислород Но он испарялся Очень быстро И это облако Легко обнаруживалось Разведкой противника КБ Южное Решили применить Принципиально иное Высокопящее топливо На основе кислоты С ним заправленная Ракета могла Длительное время Находиться на боевом Дежурстве А в случае поступления Команды на пуск Ракета была способна Стартовать В считанные секунды В 1963 году На трех американских базах Заступили на боевое дежурство Сразу шесть эскадрильи Ракет Титан-2 Одновременно Угрозу СССР Со стороны Атлантики И Тихого океана Составляли Атомные подлодки С комплексами Паларис А на европейском континенте Ракеты средней дальности Набирали мощь и ядерные силы Великобритании И Франции Американцы Веденевы Большие прагматики Понимаете так В этом смысле Так сказать Нам нужно у них учиться Вот Они создали Эти ракеты Они старались Всегда их Раз Полагать Не только на своей территории На территории своих союзников Так Чтобы не подставлять себя Но адекватно Ответить на вызов Стран блока НАТО Советскому Союзу Долгое время Не удавалось 9 мая 1965 года Иностранные гости Приглашенные На военный парад В Москве Были потрясены Увиденным Впервые По Красной площади Провезли Новейшие Глобальные Ракеты ГР-1 Созданные в КБ Сергея Королева В честь Великой Победы Одержанной Советским народом 20 лет назад Состоялся Парад На Красной площади Самой Совершенной Боевой техникой Оснащена Советская армия Основа Ее могущества Ракетное Оружие Сегодня В знаменательную Годовщину Великой Победы Мы гордимся Боевой мощью Нашей армии Готовой Дать достойный Отпор Любому Агрессору Через полгода ГР-1 Вновь продемонстрировали На ноябрьском Военном параде Мало известно Что эти орбитальные Ракеты Были лишь Мулежами По техническим Причинам Их летные Испытания Так и не Завершились В это время Успех Пришел Конструкторам КБ Южная На полигоне Байконур Они приступили К пускам Новой тяжелой Ракеты С индексом Р-36 У нас К этому времени Была ракета Р-16 Это Мешкентальная Ракета Она Тоже тяжелого Класса Стартов Вес Порядка 160 Тонн Естественно Модификация Следующая Должна быть Ракета Которая Немножко Тяжелее Но Имеет Большие Ведущим Конструктором Ракеты Р-36 Был Назначен Станислав Кус Чтобы Увеличить Длительность Ее боевого Дежурства В КБ Южная Нашли Уникальное Решение Ученые Впервые Запечатали Заправленную Ракету В шахте Гарантийный Срок Такой Р-36 Достиг 7 лет Впоследствии Конструкторы Продлили его В несколько Раз До этого Первые Баллистические Ракеты Могли находиться На ежурстве Не более Могут отметить Надежность Ее в эксплуатации Простоту И доступность В обслуживании Ракетных комплексов Значит У нас Мы придерживаемся Тех Процентных Соотношений Поддержания Бойготовых Пусковых Установок Которые нам Задал президент Российской Федерации И не снижаем Этот уровень На протяжении Целого ряда лет Несмотря на то Что ракета Длительное время Стоит на боевом Дежурстве Время готовности Первый Р-36 К старту Составило Пять минут Позже За счет Постоянно Включенной Системы управления Работающей В щадящем Режиме Конструкторам Удалось сократить Этот интервал Всего До 30 секунд Для повышения Живучести ракеты После нанесения Противником Ядерного удара Был создан Особый Комплекс Защиты Но первые Испытательные Пуски ракеты Р-36 Проходили С огромными Трудностями Она упорно Не желала Взлетать Отказы возникали В самых различных Системах Конструкторы Буквально Сломали голову Выясняя причины В конце концов Помог случай Однажды При очередном Разборе В кабинет Первого зама Руководителя КБ Южная Владимира Уткина Вошел Начальник Управления Полигона Байконур Александр Матрёнин В руках Он держал Вот такое Симпатичное Животное Оказывается Обычная Полевая мышь Проникала В крошечную Пятимиллиметровую Щель Ракетных блоков Управления И перегрызала Металлическую Оплетку проводов Именно это Послужило Причиной Электрического Замыкания В цепи После этого Специалисты Уменьшили Размеры Стыков аппаратуры И ракета Начала Успешно Стартовать Но на этом Проблемы Не закончились В 1965 В США Начались работы Над новым Бомбардировщиком Б-1 Это был Первый в мире Боевой самолет В конструкции которого Использовались Элементы Технологии Стелс Он предназначался Для замены Самого массового Носителя ядерного оружия Бомбардировщика Б-52 На базе Гранд Форкс Развернуло Строительство Противоракетной Системы Сейфгард Интенсивно Велись испытания Новой Твердотопливной Баллистической Ракеты Минитмен С термоядерной Головной Частью Для американских Субмарин Разрабатывался Перспективный Ракетный Комплекс Посейдон С-3 Он впервые В мире Имел Десять Разделяющихся Боеголовок Индивидуального Наведения Нет Для иного Созданы Океаны И поля Неужели Ты умолкнешь Голос Матери Неужели Им Удастся Тебя Заглушить СССР Лишить Месячной Премии То Министр Своё выступление Сказал Чтоб жёны Знали Что это Сказывается В отношении К разработанным Разрабатываемым Комплексом На семейном Дюжете Советским Конструкторам Удалось довести Ракету Р-36 ОРБ До серийного Производства Её стартовая Масса Достигала 180 тонн Она имела Всего одну Ядерную Боеголовку Но обладала Высокой Мощностью Кроме того Головная часть Получила Возможность Маневрирована Для этого Её оснастили Тормозным двигателем И системой управления При массовом Салпе ракет И выводе Боеголовок На орбиту Они получали Неограниченную Дальность полёта И неуязвимость Для противоракетных Средств Противника А мы Естественно Предполагали Поражение Американского континента Пуском через Северный полюс Наиболее короткий путь От 9 до 13 тысяч Километров Появил базу Гринфорс Средства Противоракетного И была вероятность Поражения Шаголовок Тогда появилась Модификация Нашей ракеты Р-36 Орбитального варианта И мы стали достигать Американцев Теоретически Через Южный полюс Не 13 тысяч А 27 С другой стороны Орбитальная ракета Р-36 Открыла Качественно Новый этап В развитии Ракетных войск Стратегического назначения Отныне Им впервые Стали доступны Любые цели На всех континентах В РБ Она выводила блок Собственной системы управления С ядерным зарядом Который вращался На сеть Вокруг земли И в нужный момент Могла быть дана команда И нанесен удар По объектам Целям Это было вполне достаточно Чтобы россыпью Накрыть Соединенные Штаты Америки И нанести такой удар После которого Вряд ли могли оправиться Осенью 67-го 50-летнему юбилею Великого Октября Единственный полк С 18-ю пусковыми установками Орбитальных ракет Р-36 Заступил на боевое дежурство На Байконуре Строго конфиденциально 3 ноября 1967 года Вашингтон Президенту США Линдону Джонсону 16-го и 28-го октября В СССР проведены стрельбы Новые ракетные системы Частично орбитальные бомбардировки Боеголовки пролетели Над Сибирью Тихим океаном Южной Америкой Атлантикой Африкой И приземлились В районе Капустина Яр При размещении на них Ядерных зарядов Они будут представлять Серьезную угрозу Национальной безопасности Министр обороны США Роберт Макнамара Через 4 дня Руководство Советского Союза Впервые продемонстрировало Широкой публике Уникальные орбитальные ракеты Р-36 На ноябрьском военном параде В Москве Посвященном 50-летию Октябрьской революции Их провезли Вместе с глобальными ГР-1 Основу всех видов И родов войск Вооруженных сил СССР Составляют Ракетные части Сложности перехвата Советских орбитальных ракет Р-36 Вынудили американцев Законсервировать комплекс Первой противоракетной системы Сейфгард Вскоре из-за океана Поступили сведения Что США Планируют разместить Ядерные разделяющиеся боеголовки И на межконтинентальных Ракетах наземного базирования Минитмен 28 августа 1968 года Глава СССР Леонид Брежнев Срочно созвал в Крыму Совет обороны С участием ведущих конструкторов На заседании Были рассмотрены Перспективы развития Стратегических ракетных комплексов Человек предлагал Создать большое количество Ракетных комплексов Легкого класса Но именно большое количество С тем, чтобы За счет массовости Обеспечить ответный удар Янгель предлагал Меньшим количеством Но лучшим качеством С более высокой защищенностью С бортовой цифровой машиной Почтительной Для решения оперативной задачи Победило предложение Михаила Янгеля Было решено создать На базе ракеты Р-36 Новое изделие С тремя боеголовками На это Правительство отвело Конструкторам КБ Южное Всего месяц Когда дело дошло до сборки Головной части Янгель лично Отправился в цех К рабочим Михаил Кузьмич Обратился Говорит Я прошу через месяц Обязательно это сделать И рабочие ему пообещали В 33-м цехе Своё слово Заводча не сдержали И новая ракета Была вовремя Доставлена на полигон Где состоялся Её успешный дебют Ну этот пуск Ну этот пуск Наделал Шума в мире Значит По-другому Стали относиться К нам Поскольку Значит Мы впервые Создали Эти блоки Которые на первую речь У нас были Не разводились На индивидуальные цели А по треугольнику Сбрасывались Одновременно С конструкции Ракеты В процессе полёта Мы на полгода Опередили Создание Разделяющего Части Американцев В октябре 70-го Ракета Р-36 С разделяющимися Боеголовками Была принята На вооружение И только в следующем году Подобные головные части Появились на Американских МВР Шахтного базирования Минитмен Но боевая Эффективность Р-36 Превосходила Все существующие Баллистические ракеты Стран Блока НАТО Несколько раз Для повышения Надёжности Ракетного комплекса Вместо запуска Двигательной установки В шахте Советские конструкторы Применили Миномётный старт С помощью Порохового Аккумулятора Давления 200-тонная Ракета Размещенная В контейнере Должна была Выталкиваться Из укрытия И на высоте 20 метров Запускать Двигатели Из-за Отсутствия В шахте Многочисленных Газоотводов Появилась Возможность Повысить Защищённость Пусковой установки Но на первом этапе Сомнения В успехе Подобного старта Оказались слишком великими Мнение Так, надо сказать Прямо разделилось На две категории Одни говорят Нельзя делать Миномётный старт На такую тяжёлую ракету Вторые говорят Надо делать Потому что преимущества От миномётного старта Колоссальные Сначала Победила Классическая Точка зрения На запуск Ракетных двигателей В шахте Эскизный проект Повезли на подпись Михаилу Янголеву Находившемуся На лечении В Москве Берёт Сидитамайский Говорит Где миномётный старт Да, Михаил Не получается В 15 секунды Сотни клапанов У нас работают Запуск двигателя В невесомости Ракета выбрасывается Из контейнера Попадает В слое невесомости Проблемы С компонентом топлива Если двигатель Запустится раньше Зажигаем ракету Отражённый строитель Запустится позже Ракета начинает проседать Не хватает Тягивителя Чтобы уйти Ответ главного Был категоричен Переделать Конструкторам Предстояло Пересмотреть Заново 40 томов Эскизного проекта В течение Шести месяцев День и ночь Шло внедрение Новой технологии Первые испытания Миномётного старта С макетом ракеты Снова приурочили К празднику Они состоялись На Павлоградском стенде В 4 часа утра 1 мая 1971 года Длинный бросок Контейнер Полномасштабный Ракета Имитирующая вес Штатной ракеты 211 тонн Параховый аккумулятор Выбрасывает С весом заряда Топлива 120 килограмм Выбрасывает Огромную Чугунную массу Из плитов Дели плит Стоящее Расстояние Примерно 35 метров Грохается Об землю Испытания Подтвердили Правильность Конструкторских решений На всех модификациях Ракеты Р-36 Стал применяться Миномётный старт Волею судьбы Это была Последняя работа Великого ракетного Конструктора Михаила Янгеля Подарившего Стране Неуязвимую Ракетную защиту 25 октября 1971 года Он ушёл Из жизни Осенью 71 КБ Южное Возглавил Владимир Уткин В этот период После 26-летней Атомной гонки СССР Наконец Достиг Стратегического Паритета США По числу Ядерных носителей В 1972 году Американцы Стремясь к преимуществу Начали разработку Ракет Минитмен-3 Уже с 10 Боеголовками Таким образом В 10 раз Увеличивалось Количество Целей На территориях Стран Варшавского Договора Которые Могли быть Поражены Стратегическими Силами Пентагона Аналогичные Работы Начались И в Советском Союзе И тогда Соединённые Штаты Пустили в ход Дипломатическое Оружие В ноябре 1974 года Министр Общего Машиностроения Сергей Афанасьев Был разбужен Неожиданным Телефонным Звонком Из района Владивостока Ночью Ему позвонил Леонид Брежнев Там он вел Сложные переговоры Об ограничении Стратегических Вооружений С новым Президентом США Джеральдом Фордом Генеральный секретарь ЦК КПСС Спросил Сергей Александрович Американцы Просят сократить Всего Один тип Ракет Р-36 Можно ли нам Пойти на это Мистер Объяснил Что это Категорически Невозможно Свой ответ Афанасьев Мотивировал Тем что Р-36 Обладает Большим Потенциалом Для модернизации Который На годы Вперед Обеспечит Безопасность Страны Аргументы Возымели Действие Так была Решена Судьба Этой Уникальной Ракеты Тем не менее В 1979 Году США И СССР Заключили Новый Договор Об ограничении Стратегических Вооружений ОСВ-2 Согласно Которому Американская Сторона Все-таки Добилась Ликвидации Советских Орбитальных Ракет Р-36 Но летом Того же Года КП Южная Получила От военных Техническое Задание На следующую Модификацию Уникальной МБР Р-36 М2 Она получила Шифр Воевода Для нее Были созданы 10 разделяющихся Ядерных Боеголов В том числе Способные Уничтожать Подземные Командные Пункты Войск НАТО Эти головные Части В 2,5 раза Увеличили площадь Поражения Целей Противника Только одна Ракета Могла бы Полностью Уничтожить Сразу Три таких Американских Штата Как Мэриленд Вермонт И Рот Айленд Это Кассетная Головная Часть Это Головная Часть Которая Имеет 10 блоков Каждый Мегатонного Класса С повышенной Точностью Доставки К цели Чтобы Ядерные Боеголовки Успешно Преодолевали Противоракетную Оборону В полете Их Сопровождают Ложные блоки В стратосфере Это Легкие Головные Части А при снижении На атмосферном Участке Тяжелые Площадь Их Рассеивания И плазменные Следы Полностью Соответствуют Реальным Боеголовкам Что Не позволяет Противнику Определить Их Назначение Для безопасности Полета Р-36 При летных Испытаниях И координации Ракетной Траектории Разработали Особую Систему КОР При отклонении Ракеты От заданного Курса Она Автоматически Отключает Двигатели Нужно принять Меры Чтобы ракета Не поразила Какой-то город Мы летим Через Всю страну Пускай С Байконура По Камчатке Американцы Возможно Не на борту А офицера Стоит Смотрит На показания Телеметрии И у него Рычаг Который Выключает Двигатель И подрывает Заряд Который Там стоит Вручную Это делают 21 марта 1986 Года На Байконуре Состоялся Первый Пуск Новой Ракеты Воевода На этих Уникальных Кадрах Вы впервые Видите Как это Происходило В процессе Минометного Старта Не запустился Двигатель Первой Ступени Поднявшись На высоту 25 метров Ракета Тут же Вертикально Упала В шахту В результате Ее взрыва Образовалась 75-метровая Яма Лишь по счастливой Случайности Никто Не пострадал В ходе разбора Выяснилось Что причиной Аварии Был Человеческий Фактор Девочка Переписывала Полетное задание На листе Нолик Едничка Нолик А едничку Там не написала Написала Опять нолик И дальше Переписали На магнитную ленту Ввели это В полетное задание В ракету Переписали На реальную Ракету Ракета Стартует Это нолик Команду Не выдал Замбежные Все привет Коллектив КБ Южное Тяжело Переживал Каждую Неудачу И прилагал Все силы Чтобы исправить Ситуацию И в августе 1988 Года Первые полки Оснащенные Ракетным Комплексом Воевода Смогли Заступить На боевое Дежурство В 1988 В США Была принята На вооружение Новая Твердотопливная Стратегическая Ракета МЭКС Как и воевода Она несла 10 ядерных Боеголовок Которые По суммарной Мощности Уступают Ей В 1,3 Раз Не случайно Специалисты Странблока НАТО Прозвали Советскую Ракету Сатаной Сатана В образе Мефистофеля В поэме Гёте Фауст Говорит Я часть той силы Что вечно Хочет зла И вечно Совершает благо Под это определение Вполне подходит Ракета Р-36 Это смертельное Оружие Ни разу Не выстрелив 30 лет Удерживает Мир От катастрофы Черная Как смоль Ракета Покрыта Особым составом Позволяющим Преодолевать Облака Возникающие После ядерного Взрыва При прохождении Через них Специальные приборы Отключают Систему управления Затем Включаются Специальные Датчики Определения Координат Целей Происходит Разделение Боеголовок При этом Управляемые Головные части Могут Уклоняться От противоракет Противника И поражать Заданные цели В конце 80-х годов В военно-морских Силах США Насчитывалось Уже 8 новых Атомных Ракетоносцев Типа Огайи С комплексом Трайдент-1 Каждый из них Имел по 24 Баллистические Ракеты Которые могли Поражать 192 цели На территориях Стран Варшавского Договора Учитывая тот факт Что 2 трети Американских Ядерных боезарядов Были размещены На подводных Лодках Советские военные Выдали задание КБ Южное Приспособить Для их уничтожения Ракету воевода По этой теме Конструкторы Подготовили Эскизный проект Но продолжению Работ Помешал наметившийся Развал Советского Союза Зимой 1990 года Конструктор КБ Южное Станислав Кус Уехал на отдых Кисловодск Там он и получил Известие о том Что за создание Уникального Ракетного комплекса Воевода Он и достоин Высокого звания Героя Социалистического Труда Это было 23 февраля Уже Ужин почти Заканчивался И вдруг Заходит Администратор Я говорю Кто из вас Уз Я спалился Думаю Что-то произошло Говорят Это я Вам присвоено Звание Героя Соцтруда Вот У меня в руках Телеграм Обрадованный Станислав Анатольевич Решил тут же Отметить это событие Но достать Спиртное В городе Было проблемой Продолжительные Поиски Привели его На настоящую Кавказскую свадьбу Все заклопали Телег 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 Та вода Рог Такой Большой Ну Диаметр Наливает Туда что-то Я говорю Ты мне коньяк Давай Ты скажи Паруслов Ну я поздравил Молодой Говорю Давай коньяк Мне говорят Надо выпить Это на ухо Мне шепчет И этот рог Выдумал Хорошо Что там было Просто вино Ну я Все Спасибо Еще раз Не-не-не Так и бывает За маму За папу В общем Я там Еще по-моему Два рога Выпил Говорю Больше не буду Зачем Говорит Подсобку Выбирай Любую А там стоят ящики Ну я взял Сколько в сумку Влез Сколько платить Нечего Не надо платить Все это с вами Однако веселье Станислава Уса Оказалось Несколько преждевременным Выяснилось Что его друзья В министерстве Сообщили О представлении К награде Указ Был подписан Только через Десять дней Так что Придется Начинать Второй раз Ну и Третье марта Вышло Постановление Подписанное Горбачевым Звезду Мне уже Вручали Уже Вот Перед Ну вот За несколько Скажем За два-три Месяца До развала Союза Здесь у нас КБ Вручал Министр Общего машиностроения 31 июля 1991 года Конечно Время 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 Воевода, командование и конструкторы КБ «Южное» сумели продлить срок их службы до 2017 года. У него было заложено такое количество новых инженерных мыслей, что она и сегодня является по сути современной. Но, во-первых, аналога в этой ракете в мире нет до настоящего времени. Сегодня тяжелая стратегическая ракета Воевода продолжает нести дежурство. Суммарный залп только одной дивизии, оснащенной такими ракетами, по мощности больше 13 тысяч атомных бомб, сброшенных на японский город Хиросима. На этих редких кадрах вы впервые можете видеть, как происходил учебно-боевой пуск воеводы. Получен приказ на проведение пуска Фрагин. Получен приказ. Есть приказ. Смой девятый, проконтролировать и получать боевые задачи войсками. Пуск. Есть пуск. Февраль 2007 года. На Мюнхенской конференции по безопасности ее участники высказали острую озабоченность невыполнением американской стороной договора об ограничении стратегических вооружений СНБ-1. Под предлогом сокращения США занимается их модернизацией. Объявив о переводе бомбардировщиков Б-1 в безъядерный статус, Соединенные Штаты пока не позволяют российским специалистам убедиться в невозможности самолетов нести ядерные крылатые ракеты. Вместо ликвидации тяжелых ракет МЭКС уничтожаются только их первые ступени. Одновременно налажено производство ускорителей к ракетоносителю КАСТР-120 с аналогичными габаритами. Стартовые позиции и пункты управления просто законсервированы, а головные части устанавливаются на баллистические ракеты Минитмен-3. В результате количество американских ядерных боезарядов превысило установленный договором уровень на 1800 единиц, что составляет 30%. В этих условиях Россия не может оставаться безучастной к обеспечению своей безопасности. Сегодня не количеством эффективность оценивается, а качеством доставки груза к точке назначения. А это качество, безусловно, наука военная. Наука военная, промышленность, главные генеральные конструкторы на месте не стоят, как бы работают, мысль техническая совершенствуется. И мы в военном ракетостроении были всегда впереди. Я думаю, что мы эти позиции ни в коем, ни в коем образом никогда не потеряем. 29 мая на космодроме Плесецк были проведены успешные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-24. По мнению специалистов, она относится к следующему поколению и в перспективе заменит ранее созданные тяжелые МПР. В годы Холодной войны, чтобы предотвратить атомную войну с блоком НАТО, Советский Союз первым в мире создал межконтинентальную баллистическую ракету. Тогда президент США Джон Кеннеди пришел к пониманию того, что либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством. С тех пор в мире накоплены горы разрушительного оружия и его носителей. Но слова Джона Кеннеди по-прежнему не утратили свою актуальность. Ядерная гонка продолжается и сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова